Я не хочу один идти к себе на май Каждая группа исполнила по три произведения, по количеству номинаций. Знакомили зрителей со своим творчеством, готовили кавер на известную композицию и играли инструментальное произведение. Участники абсолютно разные, и совсем молодые ребята, и уже известные музыканты. Состав самый крупный за последние годы, то есть который был, было 9 и 10 групп, в этом году 14 групп. К сожалению, у нас в основном, ну не к сожалению, может, к счастью, Череповец. Одна команда из Белозерска, две команды смешанные, Череповец в Санкт-Петербург. Пожалуй, каждый хотел удивить, кто-то талантами, хорошим владением музыкальным инструментом или голосом, кто-то пытался эпатировать публику. Исполняли на сцене своеобразные танцы и пели не в попад. Но никто из исполнителей не был освистан. Свою минуту славы получили абсолютно все. Массу положительных эмоций, хорошую музыку, хорошее исполнение песен. Посмотреть, какие группы у нас есть в Череповце. Во-первых, посмотреть на брата. У меня будет выступать мой родной брат, который профессионально играет на ударных инструментах. Ну и получить удовольствие от концерта. Для участников фестиваля это по-настоящему большая сцена. Возможность заявить о себе. Фестиваль ждали и много готовились. Лично для меня это, в принципе, какой-то опыт, в первую очередь. Как для группы, я думаю, это как больше, опять-таки, опыт выступления на чем-то более серьезном, чем просто, допустим, там, квартирники и так далее. И, конечно, известность. Музыкальный марафон продлился пять часов. Жюри, в состав которого вошли известные и опытные музыканты города, гитаристы, барабанщики и вокалисты, выделили два коллектива – «Редкое имя» и «Клин Эйр». В итоге с перевесом в один голос гран-при фестиваля достался команде «Клин Эйр». Она получила возможность выступить на большом фестивале «Рок Череповец», который пройдет в мае будущего года. Группа «Редкое имя» удостоена диплома первой степени и победила в номинации «Лучшее авторское произведение». Песня попала в ротацию на радиотрансмит, которое также, как и телестанция «Канал-12», выступили официальным информационным спонсором фестиваля. «Рок-инициатива» – это начало большого проекта, урок, который будет завершаться рок-фестивалем, и поэтому будет целый блок концертов, целый блок сюрпризов для чаеповчан. И при любых обстоятельствах прекрасно то, что сегодня где-то одна треть зала уже есть на этом большом зале. Радует великолепная сцена, радует совершенно шикарный свет и звук. Это значит, командам нужно снова готовиться, чтобы приятно удивлять зрителя.